Здравствуйте! В Вольвии мы находимся с Владимиром Бахтовым. В его здании доме, который... Когда ты его построил, скажи? Ну, я конёк вывел уже в 2000 году, а когда начал, я даже не вспомню, но уже лет 25 точно. Ольвия Володя благословила тебя когда-то на совместную жизнь вместе. Для тебя эта совместная жизнь заключается, что это у тебя жизнь в искусстве, а для Ольвии это жизнь в истории. Куда не денешься? Какая не была история у самой Ольвии, она же сейчас продолжается. Ты сознательно пришёл сюда первый раз и сказал, да, я буду ездить и работать в пространстве Украины. Я буду ездить и работать в пространстве мира, это естественно. Но я построю здесь обязательно дом, и Ольвия будет главная тема моей творческой жизни. И Ольвия даст мне как можно больше материала, и он никогда не прекратится. Я правильно говорю или нет? Ну, ты практически ответил за меня, почему я построил здесь дом. Ну, в 91-й год, пожалуй, даже раньше, когда началась перестройка, настало время выбора. И я ещё в 89-м году поехал, вернее, будет сказать, пошёл в плавание в экспедиции «Чёрное море». Это было плавание на античной диере, вернее, копии античной диере. Судно с одним парусом, 50 весел, без мотора. Я был матросом-гребцом на восьмом весле. И это был вот тот самый посыл, что-то менять в своей жизни, потому что было понятно, что та страна рушится, что-то будет кардинально меняться. И я как бы взял курс на Европу сознательно ещё в 89-м году. К 91-му, к 92-му годам я уже окончательно сформировал своё видение будущего, и, можно сказать, и страны своего. Мы стали жить в независимой Украине. Как бы масштаб большой родины поменялся на масштаб малой родины, но истинной. И я сделал для себя выбор стать другим художником. Я стал с 92-го года в своей биографии писать «Я свободный художник». Свободный художник предполагает независимость от государственных институций. Несмотря на то, что я член Союза художников, заслуженный художник Украины, это, ну, как бы номинальное присутствие в Союзе художников, дань этой организации, в которой я вырос. Извини, тебя коллеги твои понимают или нет? Ну, я... Они относятся как... Я думаю, что здесь вопрос коллеги в Николаеве или коллеги в Украине. В Украине, возможно, моя заявка в биографии «Свободный художник» была первой или одна из первых. Я заметил, что многие художники в Украине пишут в своей биографии «Свободный художник», несмотря на то, что они могут быть членами Союза художников. В этом есть, как бы, приобщение к мировому понятию художника. Художник все-таки не должен ассоциироваться обязательно с профессиональной организацией, которая доказывает тем самым, что ты и есть профессиональный художник. Ну, мы сейчас не об этом, не о Союзе художников, а о том, что я решил быть свободным художником и решил переселиться в Ольвию. Я мог, как бы, переселиться в Крым куда-нибудь, но по всей вероятности обязательно на юг, в те места, где есть приличный культурный слой. Вот я бы никогда не поехал там жить в Сибирь или на север. Ты имеешь в виду человеческий культурный слой, да? Исторический культурный слой, да. Потому что для меня вот эта земля, она есть источник информации, источник связи с прошлым. И если я не чувствую под ногой культурный слой хотя бы полметра, мне эта земля чужда. Она интересна лесникам, она интересна колхозникам, но художнику она не очень интересна. Вот я прерву пока тебе этот разговор, потому что время наступило, ну, показать, ну, какие-то шаги, которые ты предпринимаешь, чтобы дом Бахтова был, ну, не только для тебя, вот каким-то полезным, нужным, утилитарным или творческим, но и для других людей. Ведь ты сюда приглашаешь других людей, которые приезжают, и что они здесь находят по твоему предложению? Ну, это опять-таки нужно вернуться к тому 91-му году, 92-му, когда я решил, что я буду альтернативным художником. То есть я занялся некоммерческим искусством, я объявил строительство дома, он же мастерская, он же выставочный зал, он же арт-резиденция, он же музей. Я принимаю здесь экскурсии детей, экскурсии студентов, экскурсии бизнесменов. У меня каждый сезон меняется экспозиция, один или два раза, или я устраиваю какие-то художественные акции, на которые приглашается целевая публика. То есть я веду себя как самодостаточная организация, моноорганизация. Я, ну, как бы, позиционирую себя как арт-резиденция. Прошедший год у нас был связан с проектом помощи детям с проблемами зрения. Это назывался проект «Малюемо с вид разом». Да вот уже и выставка здесь начинается. Мы сначала посмотрели вот дом Бахтовых со стороны, рядом с Ольвией, на улице Геродота. А это уже вот и выставка на втором этаже этого дома. Она принимала известных, известных людей, известных художников. Когда ты первый раз взяла вот эту штучку, которая называется кисть, когда это случалось? Или это был карандаш? Кисть и карандаш. Карандаш и кисть сразу, да? Я начала рисовать из кисти из карандаша. А ты? Я не знаю. Вот это правильно сказала. Если бы кто-то знал, что такое художник, что такое творчество до конца своей жизни, тот бы был, наверное, уже и не творец, и не художник. А у вас все еще впереди. Спасибо большое вам. У вас великолепная выставка. Взрослым художникам полезно иногда смотреть творчество детей. На самом деле они смотрят это постоянно, особенно в 20 веке. Родилось много художников, которые, грубо говоря, компилировали принцип детского творчества. В детском творчестве есть то, чему не учат, а то, что знают отродясь. Я думаю, что сегодня у нас серьезная группа художников. Виктор Покиданец, Алексей Маркитан, Дмитрий Молдаванов, Рустам Мерзоев, Данила Антонюк, художники Бахтовы. Сегодня мы попробуем расслабиться до детскости и подняться до профессионализма. Будет импровизированное рисование. Дети рисуют очень быстро, спонтанно. 15-20 минут, полчаса, час, все, произведение готово. И уже это не пробуя, это уже гениально. Я думаю, те художники, которые сегодня собрались здесь, они тоже обладают вот этим непотерянным чувством детской свободы. Они также создадут сегодня шедевры. Эти шедевры мы выставим на аукцион в галерее на Спасской 45 осенью. Присовокупим эти вырученные средства к проекту «Видим мир». Есть такой в Николаеве проект по помощи детям с проблемами зрения. Я думаю, что это хорошая акция, потому что она живая, она среди художников, среди детей. Я не люблю, когда приходят в мастерскую художники и говорят, дай картину, мы хотим сделать хорошо кому-то. Это все равно, что прийти к вам в гости и сказать, дайте мне шкаф, мы продадим и отдадим какой-то клинике. Это прямолинейно, даже глуповато всегда выглядит. Я думаю, что нужна живая акция, которая создает продукт. Не обязательно, он должен быть дорогостоящим, но он живой, он сегодняшний и решает сегодняшние проблемы. Начинающим художникам дарим инструмент. Евочка, подойди, пожалуйста, сюда, солнышко. Ева, ты назначаешься главным художником дома Бахова. Ты назначаешься главнейшим художником дома. И награждаетесь, и смотрит. Прекрасное начинание, много прекрасных начинаний, но они все как-то вот так идут по такой простой, я бы сказал, примитивной схеме. Возможно, она эффективная, но хочется, чтобы это было альтернативно иначе. Вот я предложил это сделать иначе. Здесь присутствие художников было заметно и обязательно, потому что они практически все справились с задачей, они сумели в нужное русло и вовремя остановить их, потому что дети – это хаос, а художники – это осознанная импровизация. И вот в этом хаосе поймать осознанно и отобрать, направить вот эти импровизации детей в нужное русло – была задача сложная, но художник теми отличается, что он быстро мыслит в процессе работы. А дети, как оказалось, меньше всего реалисты оказались, потому что те ребята-художники, которые здесь с тобой участили в этом проекте, они постмодерном занимаются в основном, правда же? Дети, оказывается, у них символы, у них тот же самый постмодер, это все ярко-красочно, где-то непонятно, где-то и знаково, интуитивно, но влияющее на человека. Если человек имеет у себя в голове что-то, понимаешь? Вот, это было просто удивительно за этим наблюдать. Ну, дело в том, что детей портят в возрасте 6-7-8 лет, когда они начинают сталкиваться с учителями рисовать. Учитель рисования загоняет ребенка в формат А4 и начинает рисовать домик, дерево, небушко, морюшко и так далее. И талант ребенка гибнет на корню. И когда мы вот так разрешили свободно творить, дети моментально вспомнили то, что им подарила природа, способность к творчеству, способность к созданию информации новой. В этой акции польза обоюдная. И художники иногда зашориваются, сами себя загоняют в какие-то жесткие рамки своих концепций. Ну, допустим, я в своем, там, по Китанию с Маркетану. Все как-то так находят свой стиль и в рамках этого стиля занимаются самоограничением. А вот так вот сесть на, стать, скажем, на лыжи и поехать по горе без лыжни, И вот это и есть истинное творчество, когда ты на ходу решаешь, как ты будешь объезжать препятствия, как ты будешь искать дорогу свою. И вот это вот быстрое движение по неизведанной дороге и есть творчество с детьми. Это очень даже гармонично получалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И второй путь общения твоего дома Бахтовых, тебя, Тани, с продвинутой публикой, так я бы сказал, с Бо Мондом нашим Николаевским. И не только. Это когда ты приглашаешь к себе в этот двор, за этот стол людей интересных, креативных, и делаешь это таким образом, что одна компания, которую ты пригласил, не знает другую компанию, которую ты тоже пригласил. И они здесь у тебя собираются. Получается такая хорошая-хорошая импровизуха, и не только за столом. И они знакомятся и дружат дальше, правда же? Пример один. Ну, к примеру, приехал Сенкевич. Приехал? Да. Да. Он приехал, по-моему, с Турупаловым. У них была, как бы, они были двойными агентами. У них была цель попасть в Ольвию. Да. И цель попасть на вот это мероприятие. Я тогда еще успел сделать передачу. Ну, это конкретный случай. Я, может быть, часто не вспоминаю о конкретных ситуациях, но что все как бы смывается и сливается в единый поток. Это для тебя. А для нас, телевизионщиков, и твоих гостей, как раз нет. Это запоминается. Мы же не можем посещать все, что ты здесь организовываешь. В прошлом году, да, была вот эта акция с памяти двух выдающихся людей нашего региона или нашей страны даже. Это Андрей Антонюка и отца Михаила Шполянского. И вот я с удовольствием познакомился с Аллой Шполянской. Да, она прекрасный фотограф. Вдовой отца Михаила. Я впервые увидел эту мини-выставку и получил огромное удовольствие. Потому что, в принципе, у нас мало кто в Николаеве снимает так, как снимает Алла, без сомнения. Я еще раз посмотрел через призму того, что картины, ну, самые-самые лучшие, или те, которые не выставлялись на выставке. Его сын Данил привез сюда, и тоже мы это все посмотрели. В общем, это было очень здорово. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Я скажу так, что Володя Бахтов продолжает реализацию своей идеи «Родословные города Николаева». Не так давно прошла выставка в Кровеческом музее, посвященная роду Карнаухов. И вот то, что мы видели сегодня, здесь две выставки к ряду памяти отца Михаила Шполянского и памяти Андрея Антонюка. Это как развитие вот этой идеи Николаевские родословные. Это очень интересно и, безусловно, впечатляет и заслуживает всяческой похвалы и одобрения этой инициативы Володи Бахтова. Они увидели работы Андрея Антонюка, они увидели работы Аллы Шполянской, они узнали об отце Шполянском. И много людей познакомились и будут, наверное, дружить друг с другом теперь. Хочу поблагодарить, в первую очередь, Володю Бахтова, Таню Бахтову за память об отце, за организацию этого Дня памяти. И отец Шполянский в одной обойме, наверное, и эмоциональной, и какой-то духовной. Вот они так шли каждый свою жизнь. Ну и спасибо, что не забывают их и сегодня, и что вот Володя все-таки собрал вокруг, собрал друзей, собрал людей, которые где-то и поддержат эту память. Я очень рада здесь быть. Художники Бахтовы пригласили сделать выставку у себя и очень радостно тут видеть много их друзей и наших друзей вместе и друзей Антонюков. И очень, очень милая, приятная атмосфера. Такие акции, одна и, как я говорил, одна, две в год бывают у нас в прошлом, нет, в этом году еще была одна акция, это был мастер-класс и беседы, экскурсия с бизнес-школой Киево-Могилянской академии. Это взрослые люди, которые два года подучиваются тайном бизнеса, что для меня является действительно тайной. Но они, уже будучи достаточно успешными бизнесменами, все равно идут к Киево-Могилянку учиться. И я вижу, что это люди очень подвижные, интересные, с активной жизненной позицией. Им интересно все. Вплоть до того, что им интересно было приехать к нам, запачкать руки черной краской, напечатать по оттиску афорта. Я им дал свои от декоративных каких-то картинок с корабликами до открытки День Конституции. Они все это охотно печатали, все увезли с собой. То есть они впервые в жизни, там, в свои 40 лет, 50, попробовали, ну, 30-40, такой возраст был основной. Попробовали, что такое афорт. Ранее Таня делала такие мастер-классы по печати на ткани. Я делал мастер-классы по гелиографити. Приезжали люди к нам с ночевкой и все это делали. Когда-то еще, я уже не вспомню, сколько лет назад, у нас была большая акция такая, было 4 консула, грузинские, китайские, по-моему, румынские, украинские. Был концерт, у нас был квартет, была публика. Потом 3 сезона у нас устраивались поэтические агоны, состязания. Ватерлиния устраивала это чтение имени Анахарсиса. Потом была большая акция переименования улицы, на которой я живу, улицу Геродота. Я как бы упорно воплощаю в жизнь вот эту вот свою установку на альтернативное существование художника. Художник – это не только стандартное представление. Мастерская, выставочный зал и все. Вот у меня здесь и мастерская, и выставочный зал. И я говорю, не я буду ехать в город, город будет ехать ко мне. Мастерская, выставочный зал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»